Меня зовут Рамзес. Я коммерческий дизайнер, основатель «Флайт Фактор» и личный пилот. Это мой другой канал. История довольно сложная. В двух словах звучит примерно так. Для домашнего симулятора, который я мастерю, я решил сделать руды красивые. Давно хотел купить 3D принтер, купил, научился делать на нем руды. Но руды оказались очень легкие. Изучил вопросы для утяжеления рудов, решил купить мелкую свинцовую дробь, чтобы заполнить полости в пластиковые детали мелкими тяжелыми шариками. Выяснилось, что нигде в Риге, да и в регионе нельзя купить на развес эту дробь, потому что она продается только в патронах, стоит очень дорого и, по-моему, нужно даже разрешение. Выяснилось, что завод, который льет ее, находится в городе Даугавпилс. Это возле границы с Белоруссией. Поэтому ради 5 кг мелкой-мелкой свинцовой дроби сегодня будем лететь в Деппилс. В Деппилс есть полтора аэродрома, ну или две половинки. Травяная полоса на левой стороне Двины, где, наверное, мы и будем сегодня приземляться. Ну и есть бывший большой советский аэродром военный, я так понимаю, где какие-то части полос, рулежек иногда используются. Но туда сегодня мы явно не полетим. Вот, судя по тому, что я вижу на небе довольно сильный ветер, порывы и, возможно, грозы. Вот так, что будет весело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Техсинг от рефьюла к Рануи Ран-Ап-3-2 Ну, здесь Артик Пилот работает? Не работает. О, включился. Подожди, включился. Скокинг 0060, Q-17. Стиллый трафик информация, Ян Глибек 0, право ленинг и департнг 1-32. Клаб. Не знаю почему Клаб. Начинаем. Смотрите на что происходит. Вот, там точка заряда идет, а он летит куда-то вообще без проблем. Насчет пробивать не знаю, конечно, вот так будет, как можно попробовать поднять. А так, в принципе, все красиво. Даже лучше, чем... Ну, две, да, есть, как и говорили, полторы где-то. Так, давай мы поставим здесь... Поставим 129 925. Что, подожди. 129 925. Да. Да, стоит. Да, привычка, конечно, серьезное дело. Глаза бегают, да. Дело не в глаз-кокпит. Дело в том, где приборы. Хочешь обороты... Да, кстати, прав обороты здесь заслоняет. Да, поставь 200. Две 100 зачем? Что это такой режим? Ну, 230, хорошо. Да. Ну, если хочешь, то можем вот здесь куда-нибудь залезть. Пробиться. Ну, вот он, только я не уверен, что нам там лучше будет. Ну, тогда прилетели так. Там облетим впереди. Не, вопрос, можем ли мы реально... Да, подожди, только ты смотри, ты не зайди сейчас в Лилворот и не идешь... Да, зайду. Подожди. Там высота, масса на принцип... Рига-проуч, good afternoon, Ян Кили-Макасира-браво. Ян Кили-Макасира-браво, Рига-проуч. Здравствуйте, мы в 1,500, походим на плену на Омама. У нас есть запрещение. У нас плену на 5000 фитов, но сейчас у нас есть пленки. Пожалуйста, проверить, если вы можете координат, чтобы мы поедали через Лилворд зону на 2000 фитов. Хорошо, вернусь. Ты не можешь без фокуса. Что? Не можешь без фокуса. Кто это был? Не знаю. Вроде наши не летают. 133-305, Cargolux Italia, SR22. А, это мы брызгали. А, точно, а как он летает, что ли? А он сейчас вылетел в Москву. А, ну все, понятно. Он опять же? Да. Пять минут. Я надеюсь, что смогу сейчас, чтобы... Спасибо, Sierra Bravo. Пожалуйста. Спасибо, Sierra Bravo. Это не разрешено проходить через Лилворд зону. Спасибо. Ну что, 5000 мы тут не наберем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 По закону подлости как раз разойдется. Можем подождать. Это не полоса. Да. Вот она по центру. Вот она. Я вижу ее. Рядом где круг этот носок должен быть. Давай мы чуть пониже пройдемся. Посмотрим. Да. Но полоса есть, да. А вот носка какую я никакого не вижу. Давай упасть. Посмотрим как заход. Но почувствуешь, нет носка я не вижу. Грива трафик информация Янхель и Маккосиера. Браво. Тренинг бейсон финал. Ранвей 33. Ранвей неизвестна какая. Тренинг бейсон. Пятая тебе сказала. Одну фоточку Талкупус сделает. Ни разу не было воздуха. Казарина. Казарин дом. Как хорошо нас сдувает. Ветер. 30 градусов. Полоса очень широкая. Что непривычно. Ни одной ленточки нет. Широкая полоса. Получше полоса. Справа. Ух ты. Пошли на второй. Скорость упала. Интересное было ощущение сейчас. Возьми закрылки 20. Сядешь просто на стабильной скорости. Потому что на десятке он будет такой. Планирующий. А нам все-таки надо прижаться к траве быстрее. Поэтому я не думаю, что это лучший вариант. Попопопоп. Посмотри. Ромка 30 не закладывай. Меня то зажимает. Понимаю. Маленькое просто. Горячее будет. Оно. Скорость разогналась. Не знаю, то ли ветер, то ли я. Как-то очень-очень странно. Отдай газик чуть-чуть. Скорость большая очень. Красавчик. Правила медали. Полоса такая говняная. Расскажи. По ощущениям. Когда взлетал, в прошлый раз вообще. Отпугался, как я не мог поехать, я сел. У них даже тут огни бывают. Может, еще и работают. У них даже огни бывают. Играет структуру. tractate ковра. Хотя и укры. Вös. В принципе, все таки. Добави. Хочется на этот ремонт. Сиденты. Структуру. В общем, не надо. Играет структуру. Сиденты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, что мы сейчас с тобой пройдем, этот момент пониже спустимся, будет получше. Получше? Ты думаешь, будет больше? Да. Так, давай, что? Как с закрылками? Без закрылок. Без закрылок проговорили, окей. Это подготовлено, все есть. И тот я тебя отключу, если можно. Выключай. Выключил. И тот выключил. Куда ты летишь? На бридж. Мы уже бридж прилетели. Нет. Нет? Вот башняка. Вот бридж. Вот железная дорога. Ух ты. Ну ладно, хорошо. А, подожди, вот же элеватор, да, это я читал. Давай, может быть, мы с тобой, если сейчас нас пилот дождь так же будет херачить, пройдем пока. Посмотрим. Не думаю, что будет хорошо. Достаточно видимостей не очень. Ну, как-то боком хорошо идешь. Торец полосы не вижу. Дальше. Не, я понимаю, где он. И вообще вот там, где элеватор, надо выходить. Немножко срезаем. Ветер по полосе, да. Ты видишь носок? Да. Облако туда ушло. Да, у них вообще, видишь, там ничего. Да, да, поэтому они тебе так и репа... и такой этот. Здесь над речкой должно, конечно, потрясти. Блядь, я предпочусь, наверное. Блядь, я не знаю, где это. Скорость без сельчин. Да. Бывает, что у нас скорость низкая по отношению к земле. Держи, держи, держи. Ну, красавчик, смотри. Еще было видно, что-то на заходе. Вообще нормально было бы. Ну, я на шасси смотрел, поэтому... Я тоже в бок смотрел. Ну, видишь, какой ты был. Пилотрафик информации, я не максимал. Браво, бэк, декси, сройду. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...